Самое красивое место в Крыму – высоко в горах, между облаками, говорит путешественник Виктор Гурко. Когда гладь моря закрыта сплошным белоснежным одеялом облаков, и ты ждешь восхода солнца. Высота гор позволяет очутиться в этом пространстве между облаками. И вот это пространство между облаками очень прекрасно выглядит, особенно при восходе солнца. А восход солнца, вы знаете, у нас только с южной стороны происходит зимой. Свои восхождения горным вершинам житель села Фруктовое Виктор Гурко совершает в основном зимой, потому что в остальное время года занят фермерским хозяйством. Любовь к экстремальному отдыху в непогоду началась с огромного желания увидеть снег в начале декабря. Первая попытка подняться на гору Романкош не удалась. Виктор понял, что нужна серьезная подготовка и специальное оборудование. Информацию путешественник черпал из разных источников, среди которых было и уникальное издание 1901 года выпуска. Это путеводитель по Крыму Александра Яковлевича Бесчинского, журналист и краеведа, друга Антона Павловича Чехова. Доброе утро! Вот так вот мы после часового приготовления каши будем ее кушать. Гречневую кашку. Любовь с красотами мироздания. Она в Абуган-Илье. Виктор Гурко любит путешествовать в одиночку. Говорит, не каждый отважится ночевать в палатке в снег и дождь. А тем, кто решился составить ему компанию, всегда говорит – ждите непогоды. Насколько там красиво, это надо побывать хотя бы раз в эту непогоду. Когда там перетекает, меняются воздушные массы буквально по часам. Вот эту красоту ее ощущаешь в палатке, когда ты ночь проводишь в палатке, когда тебя рвет эту палатку, телепает, мотыляет, сыпет снегом, то дождем. А ты все слышишь, как это звучит по куполу палатки. Потом ты открываешь окошко из палатки и смотришь. Ого-го! Тут была одна погода, а наутро тебя встречают заснеженные ели. Перед тобой открывается удивительный заповедный мир, который редко видят жители городов. Здесь ты можешь встретить благородного оленя, изящных и грациозных косуль. Диких кабанов и стадо европейских муфлонов, парящих высоко в небе черных грифов и белоголовых сипов. Охота на них запрещена, все они занесены в Красную книгу. Только здесь, в Крымских горах, можно увидеть, как они живут и добывают себе пищу. Виктору Гурко удалось снять уникальные кадры пасущихся в снегу муфлонов. Говорит, это большая редкость, потому что зимой им непросто находить корм. Кстати, европейский муфлон был акклиматизирован на полуострове более ста лет назад. В 1913 году 10 чистокровных муфлонов были завезены к нам с острова Корсика. Чтобы увидеть диких животных, нужно ходить там, где не ступала нога человека. Я же с ведомыми тропами не хожу. Я стараюсь идти по непроторенным дорожкам. И тогда я вижу, я уже примерно представляю, где я могу увидеть, где они могут пастись, как их можно застать. И днем, и ночью. Бывали такие случаи, когда ночью у тебя над палаткой, где-то на деревом закричит филин. Да, это жутко как-то. Когда хрюкает по ночной дороге в лесу, ты встречаешь группу огромных кабанов, и они не хотя уходят с дороги, с твоей. Они издают такие звуки, которые как бы дрожь пробегает. Но мы уже к этому делу привыкли. В этом году Виктору Гурко далось снять с расстояния 10 метров самку дикого кабана, которая прогуливалась по лесу и долго не замечала притаившегося за деревьями фотоохотника. Он прозвал ее Мишкой за некую схожесть с косолапым хищником. Но перед тем, как идти в такой поход, необходимо обязательно прокладывать путь, советует Виктор Гурко новичкам. Самый лучший помощник путешественнику – навигатор. Для того, чтобы не сбиться с пути. По навигатору можно рассмотреть рельеф, по которому ты идешь, даже неизведанный. Вот таким вот образом я начинал. Я попадал в такие случаи, когда передо мной образовался туман и глубокий снег. И в заданную точку я приходил благодаря навигатору. Чтобы увидеть горные реки, встретить восход солнца на вершинах Демиржи и Аюдага, прогуляться по Грзувской Айлее, до беседки ветров, сделать селфи с парящими грифами и пасущимися муфлонами. В поход в горы надо идти минимум на несколько дней. Уйти от нашего мира городского, от этой урбаники, очутиться с газовой горелкой. Лучше всего с современными средствами для путешествия. Чтобы вы были тепло одеты, чтобы у вас не промокала обязательно кожаная, мембранная обувь, одежда, брюки тоже с мембраной. Обязательно, если вы хотите в такой суровый климат пойти, как ходят альпинисты туда повыше, на 8 тысяч. В поход лучше отправляться с опытным проводником и обязательно заявлять маршрут в поисково-спасательной части специального отряда МЧС по Республике Крым или в дежурную поисково-спасательную группу Центра гражданской защиты Севастополя. Маргарита Праунина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.